Владимир Путин Владимир Путин Почему чиновники рвутся получить вот это почетное звание И почему Владимир Путин теперь не дает им застолбиться в этой позиции У нас будут на связи еще гости 8-800-222, телефон прямого эфира По которому мы ждем ваших ответов на вопрос, уважаемые слушатели С чего бы он повел эту борьбу, Владимир Путин, ваши догадки Мы об этом, московских прохожих, тоже спрашивали Они тоже поделились соображениями Станислав, давайте с вас начнем Не было ни гроша, да вдруг Алтын Ба-бах Я не знаю, как это объясняется политически Но психологически это объясняется, как ни странно, довольно легко Знаете, когда президент Ричард Никсон покидал Белый дом в 1974 году Есть такой эпохи, естественно Меня Ричард Никсон тогда приглашал в Белый дом Но я попал в пробку и не успел Я не могу точно подтвердить, что это было на самом деле Он проходил мимо портрета Кеннеди И сказал Грустно так Эта сцена, кстати, приведена в фильме Ольга Ростова на Никсон Значит, они любили тебя Потому что хотели быть такими, как ты А меня они любили, потому что я был такими, как они Тонко Значит Владимир Путин не любит людей Которыми он хотел бы стать, но никогда не смог Вы хотите сказать, что он копил зависть столько лет? Это называется рассентимент, таким он словом Это не просто зависть Хорошо Вот Не путать с харресментом И с ментом заодно Это, понимаете, вот Дмитрий Анатольевич Медведев запрещал чиновникам быть не академиками, а руководителями спортивных организаций Вот, давайте сравним Ага, тоже со спортом у него проблемки были, поэтому он свои комплексы Да, в этом же проблем со спортом нет, поэтому, вернувшись на свой пост, он запрет отменил С чем связано то, что вот эта борьба за репетриацию детей, чиновников Запрет на иностранные счета Требования репетриации, прибыли офшорных компаний Потому что это все, чем Путин хотел бы быть Он хотел бы быть большим олигархом с офшорными счетами Но, как сказал Булашалович Куджеву, по пути у него вышло с фаерами Так сложилась его жизнь, что в 47 лет стал президентом Российской Федерации И самые спелые годы его жизни были потрачены не на то, чем он хотел заниматься А как любой психолог вам объяснит, когда человек все время занимается не тем, чем хочет, у него развивается тяжелый невроз Ну или комплекс собаки на сене Да, вот, собственно, с этим неврозом мы сейчас имеем дело Значит, чиновники не должны стать академиками, потому что академиком не может стать Путин Вообще не надо умничать Умничать не надо, вот смысл какой Вот психологические объяснения именно такое Это не связано с подготовкой к выборам, как это обычно трактуется С посланием к федеральному собранию, со стремлением понравиться или не понравиться русскому народу Потому что русский народ для Владимира Владимировича Путина Это уже, так сказать, пожизненная многолетняя жена, которой он не должен нравиться Она все равно никуда от него не денется Его подход к этому вопросу такой Поэтому вот мое объяснение такое То есть скопилось и прорвалось Вот прорвалось сейчас Ни с чем это не связано Ни с чем Ни с политическим моментом А я не вижу, какие бы бонусы или бенефиты могло принести Не в аппарат, но в смысле Владимира Владимировича не в политическом Вот я сейчас, перед тем, как Андрею это слово передать Давайте мы напомним Историю-то Она очень короткая история Всего этой, всей этой вспышки Она состоит в той части, которая нам невидима Оказывается, в какой-то момент Как потом выяснилось В прессе об этом не писали Информационное агентство не сообщали Какие-то люди из администрации президента Раздали устное, письменное Или приказание ряду чиновников Не участвовать в выборах в Академию наук Которые должны были случиться 25 октября Им об этом дали знать Не идите в академики Не ходите в лес, дети там погуляют Как там у Бармалеи Тем не менее, в Африку 25 октября все эти дети в Африку отправились Все, как я понимаю, ни один из них не послушался Праздник непослушания Праздник непослушания состоялся 25 октября Все это было за кадром Мы ничего об этом не знали 25 октября Проходит месяц И вот мы видим на экранах телевизоров Вот что Давайте напомним эту сцену Некоторые коллеги наши из Управления делами президента Из Министерства образования Из Министерства внутренних дел Из Министерства обороны Из Федеральной службы безопасности Из ФСБ Из некоторых других ведомств Приняли участие В избрании И были избраны Владимир Евгеньевич У меня вопрос к вам И к другим представителям Академии наук Зачем вы это сделали Они такие крупные ученые Что без них Академия наук обойтись не может Первый вопрос И второй вопрос Что мне теперь делать Второй вопрос Что мне теперь делать с этим Все они сказали Что они получили разрешение От своих руководителей Нет Вопрос был не в этом Они такие крупные ученые Что они должны быть Членкорами и академиками Владимир Евгеньевич Они прошли весь конкурс Без всякого изъятия и исключения У нас Я вам докладывал У нас Киночка выборов такая Что Шесть раз Этот человек должен быть заслушан И шесть раз за него голосуют Поэтому образом Правильно Вы мне прямо не отвечаете На вопрос Владимир Евгеньевич Тем не менее Я закончу фразу за вас Значит они крупные ученые Они достойны того Что их избрали Значит они крупные ученые Ну тогда вторым вопросом Я вас мучить не буду Я думаю что Я должен буду Предоставить им возможность Заниматься наукой Потому что Судя по всему Их научная деятельность Гораздо важнее Чем Административные Исполнение каких-то Рутинных Административных Обязанностей В органах власти и управления Ну вот мы это шоу Увидели неделю назад И грянул сегодняшний день Указ президента Кого отправили заниматься наукой Вы сейчас услышите Среди отставленных чиновников Глава следственного департамента МВД Александр Савенков Один из наиболее влиятельных силовиков Савенков с 1985 года Служил в органах прокуратуры А с 2002 по 2006 год Занимал пост Главного военного прокурора С 2009 по 2014 год Он представлял Владимирскую область Совете Федерации Василий Христофоров Руководитель управления Регистрации и архивных фондов ФСБ Занимал этот пост С 2003 года Константин Котенко Замглавы управления Делами президента До этого он занимал пост Исполняющего обязанности Начальника главного Медицинского управления Александр Фисун Начальник главного Военно-медицинского управления Министерства обороны С 2006 по 2009 год Возглавлял Лечебно-профилактическое управление Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Фисун является автором Более 350 научных работ Все четверо чиновников Были увольны с формулировкой По собственному желанию Это только начало Потому что начало Потому что их же 14 по-моему Избралось Правильно Андрей Их же вот на этих выборах 14 человек Насколько я понимаю Да Ну вот Вопрос к вам Чем они теперь будут заниматься Потому что Член корреспондентства Он же никак не сопряжен Ни с каким походом Там в Акаде Ну они там два раза в год Соберутся Это же не кафедра Это не лаборатория Это не коллектив Это просто статус Не более того Вот их отправили Я не знаю как это назвать Вот Их любоваться своим собственным статусом Отправили на улицу Фактически на улицу Ну все-таки Ну все-таки их отправили Не на улицу А в Академию И давайте Чтобы понять Собственно Чем им теперь заниматься И как им дальше быть Немножко посмотрим На эти события Не с башни За красным забором А с здания на площади Гагарина С золотыми мозгами Все его знаете Да То есть Из Академии наук Я возвращаюсь сейчас С мысленным взором К событиям Трехлетней уже Давности 2013 13-й это у нас был год Да Когда происходил Да Когда фактически Разгон Академии Я вам напомню С чего все Началось Когда в Думу Был внесен Закон в первом чтении Совершенно Внезапно Совершенно Из-под полы Без всякого Общественного Обсуждения Я тут же Услышав первое сообщение В Благосфере Или может быть В Эхим Москве Или где-то еще Набрал номер телефона Моего Замечательного Учителя На них К сожалению Его нет с нами Академика Дмитрия Васильевича Ширкова Он много лет Был почетным директором Лаборатории Теоретической физики В институте Иодинархисследований В Дубне И стал его спрашивать Что происходит В этот момент Он тоже смотрел Трансляцию Из Государственной Думы Он мне рассказал О прекрасном В кавычках Разговоре Который он слышал В кулуарах Предыдущего Заседания Предыдущего Общего собрания Академии наук Где был забаллотирован Один человек Который считает себя Выдающимся Российским физиком Особо приближенный К высочайшему лицу Это Михаил Ковальчук Я старший Да-да-да-да Уж не знаю О ком Человек Мы знаем Нет в России Человека Который не знал Один известный Человек Который считается Первым и главным Российским физиком И который Как мне сказал Дмитрий Васильевич Произносит такую фразу Если я не нужен Этой Академии Нам не нужна Такая Академия Через месяц Был внесен в Госдуму Пресловутый законопроект Который вызвал Грандиозный шум И переполох В академической среде И хотя конечно же Никто не может отрицать Что реформа Академии Была нужна Но то что было Тогда произведено Это была не реформа Это было раскулачивание Такое же Которому подвергся В 1932 году Мой прадед И миллионы других Ну это тот самый Сентимент Словом месяц Мы можем простым Словом месяц Назвать Это месяц Я клоню Немножко к другому Я клоню к следующему Что в результате Этой конвискационной Скажем так Реформы Проводя еще одну Историческую аналогию Академии наук Академия наук Подверглась инфляции Если раньше Членство Академии наук Было Чрезвычайно почетным И серьезным Знаком качества Ну вот Допустим Как я знаю По своей сфере По физике По математике Я лично знаком Довольно Большим количеством Академиков И тех У кого я учился И тех Кого я встречал На конференциях И Это Все были И те Кто из них Продолжает трудиться Сейчас Остается фантастическими Выдающимися Людьми На которых Хотелось Всегда равняться То После того Как ее разбавили Другими академиями Я в никаком случае Не хочу сказать Что-то плохое По поводу профессионального уровня Коллег из других областей Как Академия сельскостнаук Или Академия меднаук Это немножко другой статус И Получилось в итоге Что Академия размылась То есть Произошла инфляция Статуса Академии И если раньше Академия наук Прославила себя В частности Такими высокими Поступками Как забаллотирование Того же Лысенко Еще в совершенно Глухие Советские годы Когда Академия Обладала Тем не менее Таким моральным Самосознанием Что имела возможность Набросать черных шаров То сейчас Произошло Вот это Размытие И В данном случае Владимир Владимирович Собрал урожай А я думаю Что он В общем-то В каком-то смысле Оказался Главным Бенефициаром Произошедшей Публичной порки Потому что Конечно же Для публики Это выглядит красиво Очень красиво Очень красиво Очень красиво Заседает князь Дундук Говорят Не подобает Дундуку Такая честь Дальше Серег не буду Там не очень цензурно Да Нет По Роскомнадзору Цензурно Потому что Что-то есть Нет Для народа Это выглядит Но мы посмотрим Как Но это прекрасно Это выглядело Действительно Как такой Прекрасный Пинок И прекрасная Плюха Зарвавшимся Чиновникам Никто не спел Определенные Очень даже Хорошие ученые Проблема в инфляции Академического издавания Нет Подождите А давайте мы эти вещи Не путать Не в одну Не смешивать Инфляция Инфляция Академики Академики Бог с ней Она Подверглась инфляции Академии Тем не менее Чиновники хотят Продолжать В ней оставаться Членом корреспондента Ну так Оставьте их там Почему Как вы увязываете Вообще Вот эту инфляцию Академии С тем Что он запретил Им идти Академиками Причем здесь одно к другому Здесь дело не в том Что он запретил Он запретил Он запретил Да Но как дело не в том Дело в том Дело в том За кого Академия проголосовала За них Потому что я уверен Что старая Недобитая Точнее Непобитая еще Академия Голосовала По другому Там тоже были Свои номенклатурные Академики Но все равно Это не было Такое же чудо Как Пресловутая Академия Хисун Хорошо Она голосовала за этих И что И что Ну за этих Она проголосовала 25 октября Выбрала вот эту вот группу Вот этих чиновников И что мы из этого Какой вывод делаем Мы делаем вид Что с Академией Презусловно то О чем предупреждали Те кто в 13 году Писали Петиции в 100 тысяч Подписи О том что нельзя Это делать с Академией Что превращая ее В такой вот Аморфный клуб Причем составленный Из абсолютно Разнослойных Разноуровневых Групп Людей Вы полностью Ее нивелируете Не только Как уровень управления наукой Значит вы нам хотите сейчас сказать Что они неправильно Вот этой неправильной уже Аморфной Академии Выбраны неправильные люди И слава богу Что Владимир Владимирович Положил всему этому конец И сказал что Я не хочу чтобы мои чиновники В этой неправильной Академии Занимались неправильно работой Так Не совсем Вот Для меня опять же повторю Первично то что Как мы видим из результатов Это голосование Там же не только проблема С тем что выбрали чиновников У которых нет настоящих Научных заслуг У которых на самом деле К примеру Шесть научных работ Вместо четырехсот Она как у того же Фессуна Еще раз напомню Список четыреста научных работ Не существует Это выдумка Потому что ваш журналист звонил И наверное вы еще Про это расследование Сергея Добрынина Так понимаю Расскажете Но Человек у которого шесть работ А не четыреста заявленных В Академию Вот Станислав Я из того что услышала Начинаю уже думать Что Владимир Владимирович Беспокоится о репутации Своих чиновников И не хочет Чтобы весь этот позор Вылез наружу Вот такой вывод я делаю Что он их не пускал Для того чтобы не выяснились Вот эти вещи О которые говорит Андрей Что они недостойны Того чтобы быть академиками Ну понимаете Выяснить эти вещи Совершенно не сложно Для этого не нужно устраивать Такую бодягу Разумеется Я придерживаюсь Своей базовой точки зрения Но хотел бы еще добавить Что понимаете Владимир Владимирович Как КГБшник Вербовщик Чрезвычайно падок На слабости Недостатки людей Потому что главный Механизм вербовки Это использование Слабости Недостатков людей И поэтому Владимир Владимирович Очень любит показать Разным людям А так же сообществам Их нечестность И несостоятельность У него есть такая Навязчивая идея Надо показать Что в академии Человек знает кто Потому что министр экономики У нас вор А кто не вор В таком случае спрашивается Потому что это позволяет Манипулировать Средой системы В целом Отвечая на любой вопрос Что честных людей Не бывает То есть какое-то Девальвирование элиты Вот он производит сейчас Ну как Академики Не академики Ну скажем И генералы Не генералы Правда Люди Которые сегодня Многие являются генералами Никогда не стали Даже 20 лет назад Не говорят То есть Девальвируется все Потому что все эти цацки Приобретают все больше Символические характери И никак не отражают Достоинства И качества Их носителя Да Ордена даются кому угодно Все становятся героями России Напрополую Да Конечно я согласен с тем Что и советское время Такое было Да Но не в таких масштабах И не в таких количествах Вот Поэтому То есть Если вот собрать вместе Все что вы сказали оба То он думает Владимир Владимирович Он с 40 работами Вместо 400 Становится академиком А я вот такой-то Шестью Да Шестью работами Вместо 400 Становится академиком А я вот такой Умный и так далее Вот я не академик Вот что-то в этом роде Можно в конце концов Комплексно С нами на связи Алексей Яблоков Который член-корреспондент Алексей Здравствуйте Здравствуйте Алексей Вот мы хотим вас спросить Член-корреспондент Вы меня пожалуйста Простите Но чем он занимается Вот люди хотели Стать на своем Боевом Вот у него Там боевой пост В архиве ФСБ Или там боевой пост У него Я не знаю В регистрации Там В следственном В департаменте МВД И он хочет при этом Быть член-корреспондентом Что В чем это Вот мешает Одно другому В чем Почему Владимир Путин Так остро Решил пресечь Это совмещение Значит смотрите Я не совсем согласен Что сейчас Говорилось Тут много Сказано было Лишнего На самом деле Ситуация Проще Путин Год назад Дал Писанное Поручение Академику Форту Президенту Академии Не избирать Государственных Служащих Крупного ранга Это было Писанное Поручение Академику Президенту Академии А перед этим Мы должны Запомнить Что Несколько лет назад Устав Академии Был изменен Таким образом Что Академия Президент Академии Утверждается Президентом Российской Академии Президентом Российской Федерации То есть Академия Такая потеряла Самостоятельность Но одновременно Путин приобрел Ответственность За Академию И вот Представьте себе Он дает Получение Президенту Академии Алексей Простите пожалуйста Можно я должна Вас простить Что я вас сейчас остановлю Откуда вы об этом знаете О том что год назад Фортов получил Такое прямое Распоряжение Путина Откуда вы это знаете Так об этом написано Обезьян Посмотрите Благосферу Посмотрите Благосферу нет Сегодня Написано Нет Фортов Подождите Фортов Благосферное поручение Федерации В Кремль Исторически Исторически Благосферное поручение Благосферное поручение Благосферное поручение Благосферное поручение Понимают Допустим Год назад Он ему говорит Вот это По нашим Официально Вы говорите О Благосфере Я никаких От Фортова Не слышала Подтверждения Что он год назад Получил прямое указание Мы это видим Косвенно По их диалогу Который мы только что Услышали Что такое указание было Мы не знаем Когда оно поступило У нас есть Свои сведения Нам рассказывают Что это было Месяц назад Накануне выборов В Академию Все они получили Просьбы Не баллотироваться Вопрос у меня такой Вот например Хорошо Пусть Фортов Тоже говорит Что ты их не бери Как это может быть Юридически оформлено То есть я еще понимаю Сказать человеку Не ходи туда Но как сказать Фортову Не бери их в конкурс Вот этого я уже понять не могу Если он подает документы Он обязан эти документы Предоставить на рассмотрение совета Как он может выполнить Это указание Технически Юридически Это вполне С моей точки зрения Вполне мигально Есть ли президент Российской Федерации Который Формально Ну не возглавляет академию А руководит академией Потому что он назначает президентов В Академии наук Он ответственен за академию Он говорит Я считаю Что не надо избирать крупных чиновников Которые занимаются административной работой Президенту академии А Академия наук проигнорировала эту войну И президент Российской Федерации Вынужден был поставить вопрос Что мне сейчас с этим делать И он решил этот вопрос Для силовиков Которым он командует Непосредственно Таким вот образом Причин Все, Алексей Еще, дай милочку Вот из этих четырех человек Я бы трех человек Сказал, что они бы Вполне достойные люди И Христофоров И вот Котенко Это профессора, доктора Сотни научных работ Наверное, они заведующие кафедры И так далее И так далее А вот Замминистра Внутренних тем Мне кажется Вообще В какие-то Там никакой наукой не пахнет То есть Место Внутри этой группы Она неоднородна Я Благодарю вас, Алексей Ключевое слово Которое вы произнесли Если Президент назначает Значит он руководит Академия Вот то, что вы буквально сказали Нет, разумеется Это не так Юридически Ясно Во неюридическом пространстве Может происходить Все что угодно У нас каждый следователь Процессуально независимый И никогда Президент не признается Что он дал указание следствию Точно так же и здесь А то, что президент Участвует в назначении Президента Академии На президента Российской Федерации Участвует в назначении Президента Академии наук Не означает, что Академия наук Подчиняется исполнительной власти Она является независимой И решение о том Кто становится членом Она принимает По закону только сама Поэтому никаких Естественно формальных поручений Путин давать Фортову не может А Фортов не может отказать людям Которые идут Соответственно Баллотироваться В член корреспондента Не может Нет Юридически Эта схема невозможна Путин может запретить Только чиновникам Баллотироваться в Академию Потому что они ему Подчиняются непосредственно Но Академия Не подчиняется Путину Несмотря на Естественно Де-юр Мы сейчас обсуждаем Де-факто Конечно Президент Российской Федерации Может наворотить Все что угодно Но ведь фактически Вот все что мы Сейчас наблюдаем Вот представьте себе Человек Один человек Отчитал Президент страны Отчитывает Президента Академии За то что случилось так Он отчитывает Его за то что Вот эти конкретные Граждане Подали документы И были приняты В член корреспонденты Сегодня он Эти граждан Увольняет Государственные службы Ровно по этой причине И президент Академии Одобряет Фортов сегодня сказал Да я одобряю Наверное правильно Их уволили Он поддерживает все Что говорит Путин Потому что он напуган То есть фактически Все таки рулит Нам показал президент России что он рулит Академией наук Да фактически Мы говорили о том Что дейор Он ей не рулит Никаких формальных поручений Не может быть документов На распоряжение Где давалось бы Какое то поручение К президенту Академии наук Это было бы абсолютно Незаконно То что Россия Страна незаконна О благодати И с помощью благодати Можно принимать любые решения Это мы прекрасно знаем И без этого Конкретного прецедента Вообще К вопросу о девальвации И инфляции Научного знания У меня есть два кумира Один из них Это Андрей Заякин Безусловно Потому что я ценю Диссернет даже не за Исследования в области Плагиата Это для меня менее интересно А за то Что благодаря Диссернету Были опубликованы Сами эти диссертации Я имел возможность Убедиться Насколько они лишены Всякой научной ценности Вот неважно Даже украдены они или нет Вы повеселились Вы повеселились Это текст На тему Волга впадает в Каспийское море Лошади кушают Овес и сед Украденная народная мудрость Мне сразу стало хорошо Потому что у меня нет Никакой наученой степени И я перестал комплексовать По этому поводу Брал бы Путин с вас пример Кстати сказать А второй мой кумир Это Пол Кругман Известный экономист Который получил Нобелевскую премию По экономике За сборник эколог В газете New York Times Я этот сборник читал Более того Я уже сделал первый шаг Превращение в крупного ученого К счастью я не чиновник Поэтому Путин не может Мне это запретить Я разработал теорию Гипногенеза Белковского Которая посвящена тому Как заснуть без снотворного Там есть Там много всяких элементов Я не буду сейчас занимать Эферное время Подробным пересказом Приду только один Хотя слушатели нам этого не простят Да На собственном опыте убедился Что 12-14 минут Чтения сборника Полукругленно с любого места Безусловно Страшно эффективно В плане борьбы с бессонницей Да И поскольку я сам колумнистом Был в нескольких изданиях И В час эти 6 лет был колумнистом И остаюсь им отчасти В газете МК Я перечитал собственные колонки Вспомнил о чем они И понял, что они совершенно не хуже Кругмановских И поэтому Сейчас мне надо только выбрать По какой дисциплине Я получу Нобелевскую премию С этой точки зрения Я ее получу раньше Я помню, что на меня Вот так действовали итоги С Евгением Киселевым Когда-то В свое время В 90-е годы Я его очень любила Очень уважала Но вот действовала Ровно вот в этом Ну так вы Это же оборотная сторона любви Знаете В объятиях любимого человека Лучше засыпаешь Лучше засыпаешь Да-да-да-да-да С нами на связи Денис Волков Денис, здравствуйте Здравствуйте Денис Денис руководитель Отдела развития Левада-центра Денис, мы тут бьемся У нас Знаете Вот людей-то много А у всех Разные точки зрения Почему это случилось Почему система Которая в общем Действовала Да, они разные Эти люди Да, у них Разный вклад в науку Кто-то заслуженный Член-корреспондент Кто-то не очень Но вдруг Одним махом Их всех лишили Права Становиться Академиками И членами-корреспондентами Если они находятся На государственной службе Вы считаете Почему это случилось? Ну, мне сложно Конечно Залить голову К руководству У нас выхода нет Придется лезть Да Ну, может быть Если смотреть На последние тренды Что Борьба с коррупцией Борьба с привилегиями И, наверное Это вот Как один из Может быть Я не знаю Отчасти Это может быть Способ Ну, как бы Очищения системы А с другой стороны Вот поддержание Того рейтинга Который Ну, который Всех заботит Что ж Одно дело С пятой колонной Которой Не совсем понятно Кто такие И так далее А другое дело Когда Бьют По такому Общему Убеждению Что Ну, как бы Там наверху Все коррумпированные Все идут За своими Какими-то Привилегиями И так далее Это вот Общее убеждение Среди Среди населения И Как бы Борьба с этими Привилегиями Она, конечно Популярна На принципе Когда-то Уже И И до Путина Это Использовали Ну, вот Может быть Это такой Ход По Поддержке Ну, как бы Рейтинга Когда вроде бы Ну, просто Он И мы видим Что Растет Последний Вот Наш замер Пока Рейтинг Растет На фоне Ариф Под домашнее И помещение Под домашнее Рество Люкаевой Опять растет Может быть Вот это вот Кого не посади Все растет Просто Вот у нас Народ реагирует Вы знаете Кого не посади Все растет Это Отличный Девиз для Министерства Сельского Хозяйства Да, Денис Вы знаете Я с вами Совершенно соглашусь Я только что была Свидетелем одного Народного разговора В городе Москве Это вот не такой Вот прям народ Простой Совсем Вот они сидят Мужики Разговаривают Что молодец Путин Прижал этих профессоров Потому что У них же 50% Надбавка была Они обворовывали страну А второй мужик говорит 100% Надбавка была 100% Гнать их Гнать их из академии Я сама это слышала Своими ушами Так что это сработало Ну понимаете Гнать надо всех И Путин этим и занимается Он как бы Разгоняет тучи руками То есть Денис Ваши подсчеты Показывают Что сработало И это сработало Ну вроде бы Это работает Потому что Я схожу из того Что те проценты Которые у нас есть Это конечно Чрезвычайно Чрезвычайно высокий рейтинг И именно что Значит работают Какие-то механизмы Которые его гонятся вверх Ну я вот кроме арестов В последнее время Не вижу никаких Механизм Потому что И с Америкой У нас разрядка Какая-то Никакая И в России Как-то уже привыкли Все Каких там особых Какого развития нет Но вот это Очень популярная Всегда Тема Борьбы С начальством С руководством С привилегиями Это всегда работает И ну тут конечно Будет важно С тем же Улюка Насколько это Получит Не получит Продолжение Потому что Я помню Дела Баронсервиса Которые И опросы И фокус-группы Показывают Что люди Ждали крови На самом деле И когда Ничего не случилось Это до сих пор Нам Постоянно Вспоминают Что вот Должны были И так далее И ничего не получилось Было большое разочаровать Но вот Как сказать Все Воспримут Положительно Если Кого-то будут Гонать Сажать Спасибо Денис Я вот Станислав Станислав Белковский Который от нас Собирается Убежать Я поэтому Хочу сейчас Его спросить Что же Действительно Теперь беда Последнюю минуту Это же беда Без стран Без Америки Без врага В лице Америки Теперь получается Что посадками Народ прекрасно Реагирует на посадки Народ замечательно Реагирует на то Что гнать из академиков То есть Получается Что репрессивная Система повышения Рейтинга Она будет дальше Действовать Во-первых Америки Не перестают Быть врагом Сейчас что-нибудь Случится Пока временно Временно Случится Будет принять Трамп Примет какие-нибудь Антироссийские решения И все Вернется на круги Свои Кремль Насколько мне известно Не ждет От Трампа Ничего хорошего Что бы там Не рассказывал Дмитрий Киселев Вот По поводу Но я убежден Я очень редко Употребляю Такие жесткие термины В данном случае Я убежден Что повышение рейтинга Не является основой Мотивации Действия Владимира Владимировича Это может быть Косвенным следствием Этих действий Тех или иных Но если бы он так Молился на собственный рейтинг Он бы не сокращал Зарплаты в социальной сфере Не замораживал Пенсионные накопления Правда Это все непопулярные Меры И они в принципе Не перекрываются Репрессиями Да Репрессии всегда В России популярны Поскольку Россия Общая страна репрессий Это основной способ Взаимодействия Государства и народа На протяжении многих веков Ну да Сталина на вас Это вот железная рука Мы понимаем Надо кого-нибудь разогнать Это понятно Всегда Но Путин Путин не переживает За свой рейтинг Я возвращаюсь К своему сравнению С вечной женой Которая Тебя все равно Никуда не уйдет Поэтому это не лежит В основе мотива Тех иных решений Которые он принимает В случае академии Это частный мотив Это рессентимент По отношению к академии Навеянный Игорь Михаилом Ковальчуком Директором Института кристаллографии Который весьма близок Президенту Но и Навеянный И личной судьбой Владимир Владимирович Поскольку мы должны Вспомнить Что он кандидат Экономических наук И Андрей так невежливо Расхохотался И более того Я читал диссертацию Владимира Владимировича И на какой минуте Заснули? Нет Она Тогда Я просто этим Я был еще молодой Это был в 99-м году И мне просто И вы еще не разработали Теорию гипногенеза Я не разработал Теорию гипногенеза И засыпал Без диссертаций То есть вы ее Во сне уже читали Сначала заснули Потом читали Ну сомнобулический Такой подход Сомнобулический ридер Нужно разработать Такой Который позволяет Читать тексты Не приходя в сознание Так вот И тогда же Он был увлечен В плагиате Вы помните эту историю? Ну Это было в 2007 году Это был Профессор Чуть позже Он был увлечен В плагиате Это был Клиффорд Гэдди Такой Из Брукенниститета Поэтому это Частный случай Рассентимент По отношению к академии И вообще по поводу Его собственной судьбы в науке А То есть С тех пор он Емстит Этой академии Рейтинг Путина Давно уже исходит Из предположения Что рейтинг у него Не денется никуда Он может стоять на голове Устревать массовые репрессии Или отменять их Никуда Русский народ Никуда их не устраивать И надо, чтобы повышался Русский народ От него никуда не денется Это да Уже позиция Путина Много Несколько лет Как минимум Что не учите меня Обращаться с русским народом Мы связаны навсегда Мы сейчас посмотрим Что русский народ Говорит по поводу Вот этих вот академических репрессий Для чего Путину Выгонять чиновников-академиков Чтобы не отсвечивали Своим интеллектом По сравнению с тем Кто остался Может быть Занимаются не тем Чем нужно Но если честно Я сам не понял Ну если они академики Они должны работать Как академики Если сидеть на двух стульях То нужно выбирать На ком стуле сидишь На одном или на другом Если не моешь Тебе помогут Не умеешь Научат А не получится так Что типа самых умных Всех выгнали Нет Почему их не выгнали Они Если они решили Что они будут академиками Ну наверное Если бы они решили Что они будут работать На своей должности Они бы тогда Выполняли указ Непосредственно И поэтому Все Пусть занимаются наукой Я считаю так А для работы в политике Наверное Есть более достойные люди Другие Как говорится Ну как говорится Уступи дорогу Или наукой занимайся Или политикой Если стали академиками Учат Идут Или что они там Будут заниматься А что им там Делать В политике Ну видимо Они каким-то Неправомерным образом Стали академиками Если они нарушили закон При этом Ну значит Справедливо были Уволены А если не нарушили Если не нарушили То не справедливо Логично Они Это Называется так Это Неправильные чиновники Они себе все брали Это козлина Называется Вот и все Я считаю Правильно Гнать их всех Гнать их всех Ворюх этих Прекрасно Просто прекрасно Это живая иллюстрация К мнению К тому что скажут Не мнение Дениса Волкова Это их исследование Вот Андрей Как вам Наш опрос Ну я думаю Что все вполне ожидаемо И я бы сказал Что у Того театра В котором Владимир Владимирович И художественный руководитель И главный режиссер И исполнитель ведущей роли Безусловно Много благодарных зрителей Я не знаю Кто-то из наших Серьезных политологов Делали какое-нибудь исследование На тему Владимир Владимирович И театр Мне кажется Это благодатная почва Вот я подсказываю Специалистам Общественных И гуманитарных науках Это очень любопытная вещь Мне кажется Все что происходило Конечно же Это такой Театр Который Естественно Не имеет отношения Ни к заботе О качестве Российской науки Или о качестве Личного состава Академии Ни К заботе О качестве Личного состава Нашего чиновничества Потому что Вот я сейчас буду вас спрашивать Алексея Яблокова В том числе Потому что Получается Что мы Вот для вашей работы Для вашего дела Которым вы заняты Для вашей миссии Вот Показывать Что это неправда Что это воровство Это никакое Ведь Это вам не в помощь Вот то Что он Со своей стороны Объявил Что вот мы Там гоним Не надо совмещать Займитесь чистой наукой Либо одно Либо другое Вам это не в помощь Потому что Все поставлены На одну доску Все смешаны И мотивация Совершенно другая Не та Что Вот действительно Это ради науки Делается Или это ради МВД Или ради ФСБ Их архивов Это делается Совершенно непонятных Целей То есть вам Это не в помощь Естественно Потому что Если бы Кто-то хотел Помочь В той же академии То в первую очередь Следовало бы Пытаться Вернуться К нормальной Структуре Ее Когда Была отдельно Большая академия Были отдельно Академии мед И сельхоз Наук Это позволяло В общем-то Людям понимать Кого они избирают Позволяло Проводить Внимательный анализ Потому что Почему-то сегодня Еще не прозвучал Такой момент Что ведь Не только туда Избрали чиновников Вроде Савенкова Которые вообще Ни дня не работали В науке Ну они имеют Какое-то количество Статей Но в науке Толком не работали В основном Будучи прокурорами Или сенаторами Или персонажи Типа Фессонова Которых не существует Тех 400 статей Которые заявлены А существует Только 6 Из этих 400 Туда же избрали Допустим Людей Которые Пропагандируют В качестве Действенных средств Извините Гомеопатию То есть Любой человек Понимает Что гомеопатия А именно Средства В которых Содержится Бесконечно малое Разведение Действующих веществ Содержится Менее одной Молекулы Действующего Вещества На дозу В принципе Не могут Включаться Своим эффектом От плацебо Тем не менее Эти люди Не только у нас Как считается Проходят Клинические Испытания Эти средства Но и те Кто это продвигает Весь этот бред Весь этот Среди них тоже Есть избравшиеся В академию Смотрите Недавнюю публикацию Моего коллеги Сооснователя Диссернета Профессора Андрея Ростовцева И я прекрасно понимаю Что допустим Специалисты Физики И математики Просто не имеют Ни досуга Ни времени Ни профессиональной Компетенции Чтобы отсеять Из списка Кандидатов Академики Медики Тех кто занимается Этим безобразием Потому что Ну просто извините Невозможно Анализировать Список в 300 Персонал В таком случае Это не проблема Совмещения Это вообще Другая совсем Проблема совмещения Это театр Конечно Который был разыгран Перед нами Мастерские В общем-то Это было достойно Хоть Шекспира Хоть Чехова Вот вся эта пьеса Которая прозвучала Хоть Константина Богомолова Да Совершенно верно Вот этот Маленький эпизодик Да Эту театральную зарисовку И можно хоть сейчас Унести в театр Точка док И это будет Прекрасной иллюстрацией По многим процессам В современной России Да А ведь С Академией Вопросы Которые меня на самом деле Интересуют гораздо больше Чем этот высочайший гнев Обрушившийся на Отдельных персонажей Вопрос более глубокий Вопрос в том, что Раз в три года Происходят эти выборы На людей сваливается Список в 300 кандидатур Нет никакой возможности Понимать Что с каждым Из этих человек происходит Даже сейчас Когда диссернет В нужный момент Пробегают со своими Табличками Все равно Извините Посмотреть на роль 300 человек в диссернете Кто из них абсолютно чист А кто наоборот Многие годы Спонсировал И крышевал Фальшивые диссертации Мы эту информацию Предоставляем Но это нужная информация Про честь по 300 персонажам Про честь Тот же самый Аудит научных работ Опять же Перед нами стоит Чиновник Про которого сказали У него 400 работ 400 работ Якобы поданы В виде списка В отдел кадров Академии наук Академику секретаря А потом академик Секретарь Хамский Говорит вашему журналисту Сережу Добрынину О том Как вас послать По-английски Или по-испански Да В ответ на вопрос Почему вы не хотите Нам предоставить Этот список Когда мы знаем Что он у вас есть Поэтому вот что Для меня первично То что нынешняя Академия потеряла В каком-то смысле Свою работоспособность По сравнению Со старой академией Я сейчас хочу спросить Алексея Яблокова Согласны ли вы Алексею с этим Что первично Вот это Что сама по себе После реформы Вот этой после Так называемой Реформы Академии Против которой Очень многие возражали Но она была продавлена Сама по себе Процедура Избрания член-корреспондентов Академиков Обесценена И девальвирована И это совершенно И Владимир Путин Когда начинает Разыгрывать вот эти сцены Уводит совершенно В другую сторону Центр внимания Общественного и научного Не туда Где он должен был Был быть сфокусирован Ни на чем Как вы считаете Смотрите Первое Академия действительно Разрушается Академия потеряла Самостоятельность Академия Как научное сообщество Как Ну Стоит на грани хибели Это действительно так Это безусловно Но данный конкретный В ситуации Данный конкретный случай С увольнением этих чиновников Это Не надо копать Глубоко Просто ведь Было дано поручение Путинам Президенту Академии Он имел право Это делать Потому что По новому Уставу Академии Академия Утверждается Президентом Российской Федерации И через Таким он Звонил Подчиненный Значит Путин Как начальник Дал поручение Своему подчиненному Это поручение Не было выполнено И Путин Принимает решение В рамках Своих полномочий Естественно Освободить Дать Давать на это Давать это поручение Вы как бы вот тут Эту сторону Часть опускаете А вы говорите Да Давайте Что Думаю Думаю Что Это поручение Которое он дал Он понимал Что Некоррупционная Составляющая Коррупционная Составляющая Существует И так далее А она существует Подождите А она существует Алексей Подождите Подождите А она существует Коррупционная Составляющая При избрании Член-корреспондентами Академики Она существует Вы знаете об этом Напрямую нет. Я знаю, что я уверен, я знаю, что напрямую, конечно, никто вам за лапу не дает, как по полковникам МВТ и так далее, миллиарды долларов или миллиарды рублей. Но, конечно, предполагается, что если я проголосую за такого-то большого чиновника, то потом этот большой чиновник даст мне больше, говорю, откроет мне финансирование и так далее. Это предполагается, конечно. И вы думаете, что на каком-то энном году существования всей этой системы, а мы с вами уже согласились, что она существует очень давно, Владимир Путин вдруг сообразил, что она коррупционна и решил пресечь, потому что, для того, чтобы покончить с коррупцией. Нет, 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 нет. Я еще раз, третий раз говорю. Данный конкретный случай озлобил Путина, потому что мне было выполнено его простое прямое поручение. Да, но поручение... Нет, 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 вы снова возвращаете нас к следствию, а я-то все время говорю о причинах. Все-таки в чем была причина? Алексей, хорошо, бог с ними, с причинами и со следствием, а все-таки теперь скажите, а вот Фортов, вот да, эти люди наказаны, а Фортов, он тоже должен быть наказан? Вот он не выполнил поручение, вы считаете, он не прав, он должен был, он прямой подчиненный Путина. Вот его накажут? И как? Нет, я думаю, что статус президента Академии Наук не дает возможность его для прямой наказать. Но то, что будет унизил Академию, вот эти выволочкой, это еще, это, конечно, очень неприятно для Академии, потому что, пускай выволочка была в чем-то справедливой, но нельзя было делать такую выволочку публичную, в отношении президента Академии Наук. Это еще одно унижение Академии. Спасибо, Алексей. Я теперь обращусь к Денису Волкову. Денис, вот вы слышите, какие у нас тут очень необычные, очень разные звучат мнения. Например, Алексей считает, что может напрямую Владимир Путин руководить Академией, и при этом эта выволочка, которую он устроил как прямой начальник и как прямой руководитель Академии, она все-таки репутационно во вред идет Академии. Скажите, а вы считаете, вот мы не слышали еще вашего мнения, а вы воспринимаете Владимира Путина как начальника Академии, и хочет ли он, поскольку вы работаете с обществом, ваш отдел называется общество, развитие общества, хочет ли он, чтобы публика, аудитория, его электорат воспринимал его как еще и начальника этой Академии? Ставит ли он себе такую задачу? Как я понимаю, если по закону он является руководителем, то он является... Нет, он не является по закону Владимир Путин, он никакого отношения по закону не имеет, он только назначает президента, все, он назначил и до свидания. Ну, в каком-то... Ну, то есть это означает, что Академия в каком-то смысле подчиняется. Зависит от его решения. Ну, зависит от его решения. Ну, в каком-то смысле президенту подчиняются все в Российской Федерации. Ну, вот, мне кажется, это основной месседж, что президент, он вынесен над всем. И в каком-то смысле, ну, как бы, вот, его АТО, а те высокие проценты одобрения, которые мы имеем, это благодаря тому, что он, как бы, стоит над системой. То есть, если бы он просто воспринимался просто как чиновник, да, обычный чиновник, то там и процентов были бы меньше. То есть это... Я думаю, что вот поддержание этого имиджа, оно в том числе работает на поддержании рейтингов, высоких рейтингов, рейтинга одобрения. То есть это, ну, как бы, вот... Это важно, это делается для поддержания стабильности системы, можно сказать. Вот, Андрей, согласитесь ли, вы со словом «унижена», он унизил Академию. И считаете ли вы, что она действительно унижена, и считаете ли вы, что он ее сознательно унизил, и что мы из этого делаем, какой вывод он печется ли после этого о судьбах Академии, сознательно ее унижая? Ну, то, что он ее унизил, безусловно, потому что почтенный Академик Фортов получил такую, с позволения сказать, выволочку, как шкаляр, забывший дома дневник, или нахулиганивший в школе. Более того, я позволю себе не согласиться с Алексеем Яблоковым на тему того, что Путин имел право дать подобного рода поручения Фортову, потому что даже если он утверждает Фортова и может давать ему какие-то персональные поручения, то, насколько я помню, устав Академии, который я читал в 2013 году, в последний раз, когда происходили все эти события по погрому Академии, у президента Академии нет во время выборов новых академиков, пусть меня поправит, если я ошибаюсь, какого-либо права персонального вета. То есть у него нет возможности своим личным решением отклонить какой-либо из поданных на выборы документов. Но я опять же продолжу ту мысль, которую начал в начале передачи, что в первую очередь Академия была унижена и лично Фортов тогда, в 2013 году. То есть тогда, фактически согласившись на эту постыдную капитуляцию за небольшими какими-то очень техническими сдвигами и уступками со стороны правительства и президента, Академия приняла на себя весь груз дальнейшего унижения, она будет продолжаться, это мой прогноз. Об Академию будут вытирать ноги, пока сохраняются последствия той ликвидации, ликвидации, как это было сказано в первоначальном проекте документа, 2013 года. И в этом плане, конечно, я очень сожалею, что среди Академиков тогда нашлось только, по-моему, около 70 человек, которые вступили в клуб Академиков, отказавшихся признавать эту реформу. Я думаю, что если бы подавляющее большинство, а не подавляющее меньшинство Академиков заявило бы такой решительный протест, если бы Фортов тогда не склонился перед державным давлением в изначающей власти, то мы бы имели сейчас не только другую Академию, но и другую страну. Потому что в Академии был бы отдельный центр консолидации сил гражданского общества. Мы закончим на том, что на вашем прогнозе, что продолжится публичное вытирание ног об Академию наук. И в этом будет, видимо, состоять забота Владимира Путина об этой Академии. До свидания.